всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала сегодня у меня будет обзор про рыболовный шнур давно я никаких новых шнуров не покупал и не тестил потому что у нас идет время кризиса я долго ломал голову чтобы такое попробовать и купить потому что цены на все рыболовные товары да так как они у нас в россии не производятся закупаются за рубежом просто становятся фантастическими и тут буквально какое-то время назад может быть три недели назад я обратил внимание на фирму strike pro вот и решил закупить ее шнуры но маленько расскажу предысторию как я обратил внимание на эту фирму совсем случайно скажем так мне один знакомый подписчик моего канала мы с ним разговариваем по skype он у нас красноярска или с красноярской области скажем так оттуда и ловит на енисея сказал что вот там вот у них были на больших ямах с большим течением ловит тайменя на цикады ну и у меня как бы такого благополучного скажем так положительного опыта ловли на цикад не было на них только ими не ловил я пошел в хабаровске по всем магазинам скупил все виды цикад которые у нас существуют в хабаровске да то есть начиная от оригинальных японских китайских и всяких разных и соответственно там оказалась такая такие цикады от strike pro у нас хабаровске эти цикады можно strike pro фирмы купить практически в любом магазине в любом но они в большинстве магазинов у нас скажем так присутствуют и вот я поехал на рыбалку на амур и начал пробовать тестировать эти все разновидные цикады все эти разновидности цикад и вот получилось что вот на одной из моих рыбалок на амуре верхогляд просто-напросто вставал в очередь за этими цикадами от фирмы strike pro то есть это вы можете посмотреть в моем видео там атака верхоглядов то есть там очень хорошо видно как эти цикады работают не было ни одного схода и я просто был в восторге как такая фирма я никогда не обращал на нее внимание такие замечательные приманки соотношение цена-качество очень даже замечательно и приманки выстрелили прям вообще как бомба скажем так вот и вот после этих вот приманок мне скажем так на душу как бы легло и их не и качество как они сделаны были приманки и вот я обратил внимание на их не шнуры и соответственно я себе заказал у фирмы strike pro еще разных всяких приманок и вот такой вот шнур и вот мы сегодня об этом шнуре поговорим вот шнур у нас выглядит вот таким вот образом в такой вот достаточно красивой упаковочке шнур от фирмы strike pro называется он striker wire я не знаю может быть я неправильно прочитал цвет у нас зеленый его диаметр 013 и заявленная разрывная нагрузка 9 килограмм вот видите шнур прям выпал у меня из руки уже рвется в бой прям ловить большую крупную рыбу и вот мы сейчас его распакуем и посмотрим как он выглядит на модернод на такой шпульте длина шнура позиционируется как 135 метров я бы сказал это неплохая длина для шнура диаметром 013 разрывная нагрузка 9 килограмм ну и я что могу сказать что цена такого шнура с такой длиной с таким метражом тоже как бы сказать очень даже неплохая соотношение цены-качества как всегда в этой фирмы как я понял на высоте давайте размотаем и посмотрим более подробно структуру шнура вот шнур как и было заявлено на упаковке зеленый зеленого цвета шнур у нас как я понимаю по структуре четырех жильный будет немножко он у нас шуршать по кольчиком на камеру слышно нет но тоже я бы сказал шуршание такое необычное достаточно мягкая потому что четырех жильные шнуры обычно издают более громких шум то вот этот шнур четырех жильный почему-то шумит намного меньше чем вот послушайте потому что дергаю очень сильно чем все остальные то есть он видно сверху покрыт или пропитан как пропитан или покрытая точно вам не могу сказать каким-то этим составом таким что вот он достаточно скользкий шум у него минимальный почему я обратил внимание начали на четырех жильные шнуры потому что вот сколько я на дальнем востоке пробовал 8 жильных шнуров от самых дорогих брендов можете посмотреть у меня там обзоры очень много у меня было шнуров фирмы варивас самых дорогих и даже такая фирма как варивас которая многие считают одно из самых лучших да по шнурам она меня не удовлетворила не все таки мне пришлось опять откатиться на обыкновенные четырех жильные шнуры вот и я как понял что для дальнего востока у нас обыкновенная четырех жильные шнуры это просто самый оптимальный вариант и золотое соотношение цены качества то есть их не разрывная нагрузка их не ценовая категория это то что нужно для дальнего востока ну и вот как мы видим шнур конкретно называется экстрим видно да вот прямо на шнуре написано снизу вот экстрим то есть я как понял этот шнур должен очень четко и явно выражать и отвечать тем условиям рыбалки которая присуща нам дальновосточником и я думаю что вот этот шнур для рыбалки на дальнем востоке будет самый оптимальный шнур тем более цена его по сравнению с другими брендами я бы сказал просто символическая ну и соответственно сейчас традиционно расскажу проведенные тесты над этим шнуром как обычно я произвел ряд замеров ряд тестов не сейчас я вам про это все расскажу ну вот его заявленный диаметр 013 ну по факту оказалось ну скажем так 018 приблизительно ну видим что диаметр конечно завышен от 013 но я вам скажу все видели мои тесты по шнурам и я бы сказал что у всех любых фирм даже за самые бешеные деньги у всех как правило диаметр завышен я ни разу в своей жизни пока не встречал на одну фирму ни одного бренда где бы диаметр бы шнура бы соответствовал заявленным номиналом скажем так я бы сказал 018 это уж не такой уж и большой разброс потому что есть фирмы намного и дороже и круче и там разбросы как бы параметров бывает гораздо больше здесь достаточно такой скажем так оптимальный такой разброс от заявленного номинала вот что можно сказать по разрывной нагрузке я сильно тут заморачиваться много всяких тестов проводить не стал я провел первый тест это примерно три разрывных теста это на безузловой застежки и на безузловой застежки это оказалось 7 килограмм я бы сказал для такого диаметра соотношение такого диаметра да и разрывной нагрузки 7 килограмм для такого шнура это очень даже неплохой результат на мой взгляд и потом я уже провел тесты на оптимально подобранном узле на оптимально подобранном узле это получилось 5 килограмм 800 грамм то есть тоже достаточно неплохо для такого шнура вот такие тесты у меня получились которые я произвел и могу сказать что его его скажем так заявленный диаметр не так уж и сильно отличается от действительного по факту и разрывная нагрузка для по соотношению диаметра разрывной нагрузки тоже достаточно неплохая но самое главное это конечно мне нравится ценовая категория этих шнуров и тем более он четырехжильный и как я понял сделан из волокна дуниема как правило это как раз та золотая середина для рыбалки на дальнем востоке вот и дальше в процессе я вот обратил внимание на эту фирму и дальше я буду еще покупать какие-то определенные понравившиеся мне вещи буду тестить и рассказывать вам про этот бренд посмотрю какие еще будут очень интересные приманки с техни стороны вот кто смотрел большое вам спасибо кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на канал ждите от меня следующего видео ну а пока до свидания до новых встреч